Восточные и медовые выставки продажи берестейцам знакомы не понаслышке. Необычное и уникальное украшение, качественное, но доступное по цене одежда, неповторимый вкус и аромат настоящих восточных лакомств и огромное разнообразие полезной медовой продукции. Все это уже давно пришлось по нраву горожанам и гостям нашего города. И потому в этот раз организаторы решили собрать все ярмарки вместе на одной площадке, чтобы, сохранив уникальность каждой, сделать мероприятие универсальным. И выставка медовой продукции заняла в этом списке почетное место. Здесь вы видите, если посчитать, сколько стоит меда, то здесь 9 медовых точек. Это значит 9 разных производителей. Из них 5 – это мед наших соотечественников, наши белорусские пчеловоды. Про пользу меда уже написано и сказано немало, и не один раз. Практически каждый человек на собственном опыте убедился, что порой очень вкусный и сладкий продукт может быть необычайно полезен. Почти все необходимые организму минералы и витамины содержатся в одном из самых древних известных человечеству природных подсластителей. А потому медовая выставка всегда вызывает ажиотаж и пользуется заслуженной популярностью среди берестейцев. В этот раз в Ледовом дворце города над Бугом представлен мед и другие продукты пчеловодства из заповедных мест Белоруссии, Кубани, Горного Кавказа и Башкирии. Новинка любимой ярмарки – медовый продукт с ореховыми и другими наполнителями уже с первых дней привлекла внимание посетителей и успела стать любимым лакомством во многих семьях. Медочки отличаются кремообразной консистенцией. Кубич кремообразного меда, кремовой консистенции готовится две недели. Он взбивается и при этом обогащается еще кислородом. Целебные свойства меда при этом не теряются. Меды очень полезные, масляные хорошие консистенции. Его кушают хорошо и детки, и взрослые. Они очищают кровь, очень хорошее влияние оказывают на работу сердечно-сосудистой системы, укрепляют иммунитет. Вся пчелиная продукция, она представляет собой шикарный лечебный продукт, потому что меда богатыми микроэлементами, белка много, железа в них, ну и в том числе перга – это, допустим, самый любимый продукт, потому что вот этой пергой, которую называют еще пчелиным хлебом, пчелкой выкармливают свое будущее поколение рабочее. В ней 80% таблицы Менделеева. Сладости и специи – настоящий бренд любой восточной страны. А красота и экзотичность украшений и одежды этих народов уже многие столетия привлекает особое внимание. Бижутерии из натурального камня, сувениры из оникса и малахита, подушки, одеяла и постельные принадлежности на всех восточных выставках, ярмарках товары из Пакистана удивляют посетителей колоритностью и красочностью исполнения и радуют доступностью цен. Сразу на двух площадках – в Ледовом дворце и в кинотеатре «Беларусь» перистети смогут пополнить свои сладкие запасы и придать своей внешности или домашнему интерьеру восточный колорит. Наши товары очень близкие, сольные лампы, сольные лампы из Пакистана, чешные хлопки, есть наши палаченцы, еще наши восточные сладости. Индия становится гораздо ближе и понятнее белорусам в дни, когда приезжает в город над Бугом выставка-ярмарка товаров «Большая распродажа». Огромный ассортимент одежды по экстремально низким ценам – 50 тысяч белорусских рублей – не позволит посетителям уйти без удачной покупки из натурального хлопка высокого качества. «Мы приглашаем вас на свою выставку-ярмарку «Индийский восточный». Мы привезли вам очень хорошие вещи. Мы организуем большое распродаж, где все будет по 50 тысяч для вас. И все очень хорошее качество. Мы также привезли рубашки, очень хорошее качество турецкие. Также рассрочки у нас есть, ночночки, платки, щелковые, чифоновые платки есть, кофточки есть очень хорошие, свитра есть. Будем рады вас видеть». Выставки-ярмарки будут работать в городе Надбугом с 10 утра до 8 вечера ежедневно до 17 октября в Ледовом дворце по улице Московской, 151, и в кинотеатре «Беларусь», который находится на улице Советской, 62. А потому у всех желающих еще есть уникальная возможность приобрести эксклюзивную вещь – экзотические сладости, специи, чай или кофе, и при этом серьезно сэкономить.